Всем привет! Продолжим тему лечения плоскостопия у детей. Многие родители сталкиваются с тем, что нужно регулярно делать специальные упражнения, а ребенок не хочет. Но это и понятно, лечиться мало кто любит. Но вот играть любят все дети. Именно поэтому мы с детьми на ЛФК играем. Но чтобы этой игре был лечебный эффект, нужно иметь специальное оборудование. Сегодня я расскажу о 10 предметах, при помощи которых вы сможете превратить скучные упражнения в интересные задания. Начнем? Первый. Массажный мяч. Ёжик. Должен быть размером чуть больше теннисного мяча, но самое главное быть твердым, не меняющим форму при надавливании. Легко найти в зоотоварах. Им удобно делать массаж стоп и голени в разных вариантах, а также использовать как и обычные мячики. Например, метание мяча в цель ногами. Второй предмет. Скакалка. У многих дома есть этот предмет. Завязав на ней узлы, можно превратить скакалку в сенсорную дорожку, по которой не так-то и легко идти к цели. Если нет скакалки, с тем же успехом можно использовать любую веревку. На третьем месте. Массажный коврик. В интернете представлено много готовых, но не дешевых вариантов. Не меньше выбора в рубрике «Сделай сам». Но я предлагаю для начала обратить внимание на бюджетный предвертный коврик. Пластиковый ворс, достаточно жесткий, и для босса и ноги получается очень хорошая стимуляция. Четвертый вариант. Следовая дорожка. Особо актуальная вещь при плосковальгусной установке стоп, косолапии, дисплазита, забедренных суставов. Они также есть в продаже, но можно существенно сэкономить. Берете в хостоварах плотную скатерть для кухонного стола и вырезаете стопы нужного вам размера. Я следки пришла на дорожку, которая была у меня в зале ЛФК. Из этой же скатерти вырезала и разные фигурки, которые еще понадобятся нам в занятиях. Пятым пунктом у нас идет раритет. Счеты времен Советского Союза. У многих они пылятся дома без дела, ну если еще на поделки не пустили. А мы их активно используем. Главное, чтобы костяшки на счетах двигались легко, а что с ними делать интуитивно понятно. Только не пробуйте сами, а то понравится и у ребенка появится конкурент. Незаменимая вещь – мешочки. Но здесь придется потрудиться. Размер приблизительно 20 на 20 сантиметров. Шьем из нехлипкой ткани. Наполняем не больше, чем на половину. В моих мешочках наполнителя около трети. В качестве наполнителя можно использовать пшеницу, фасоль, горох, перловку, желуди, каштаны. Каждый мешочек особенный по весу, на ощупь и по звуку. И когда ребенок топчется по ним ногами, они поют свою песню. Вот такие многофункциональные запасы на черный день. Седьмым пунктом идут каштаны. Осенний ужас многих мам, потому что они во всех карманах ребенка. Ну и отлично, используйте бесплатное сырье. Нужен всего лишь таз и замечательный массажер готов. Еще я использовала каштаны в качестве наполнителя для змейки. На конце пришила липучки, чтобы можно было замыкать в круг. И теперь у ребенка есть выбор формы для массажной дорожки. Кстати, это ключевой вопрос при организации занятий. Ребенок сам строит дорожку, сам выполняет задания и сам все убирает на места. Под номером восемь у нас сокровища. Старые пуговицы, палочки, камушки для аквариума, значки, ракушки и тому подобное мелочев. Это очень кропотливая работа, собирать сокровища ногами. И она не должна длиться долго. Каждый из сокровищ хранится в отдельной баночке, которую нельзя трогать руками, только ногами. Такой подход помогает сохранить интерес к сокровищам на протяжении многих занятий. Девятым пунктом у нас палки. На палочках можно ходить как балерина или как медведь. Стоять на палке, как попугай в клетке. Приседать, держа равновесие. Учиться правильно прыгать. Гимнастические палки бывают разного размера, но достаточно дорого стоят. Есть бюджетный вариант. Берем черенок от швабры или горблей. Отрезаем нужную нам длину. Для детей обычно 70, для взрослых 110. Зачищаем шероховатости и все, инвентарь готов. Десятым пунктом идет фитбол. Не настаиваю, но очень рекомендую. При выборе фитбола проверяйте качество. Хороший можно взять щипком. Некачественный материал так не получится взять, даже если фитбол не до конца надули. Диаметр выбирается так. Рост ребенка, ну или взрослого, минус 100. Отличный тренажер для тренировки баланса, мышц равновесия, координации и настроения. Ну и еще несколько предметов, которые могут найтись в вашем доме. Например, коврик пазл. Из него получаются отличные островки на дорожке. Как и диванные подушки, которые с успехом могут заменить специальные модули из поролона. Запрыгнуть на них и удержать равновесие – довольно непростая задача на первых порах. А также обычные прищепки. Ну, очень мощный инструмент для тренировки концентрация внимания. Даже если у вас нет возможности посещать занятия в зале, то дома организовать игру тоже возможно. И помните, что время, проведенное с вами, для ребенка бесценно. А я по возможности буду делиться с вами своими знаниями. Если видео было полезно, дайте знать мне об этом любым удобным для вас способом. Пока!